видите это дикий мёд wild honey вот так вот кто-то оставил вещи на мунсун всем привет это следующая серия ищем продолжаем искать жилье как я думаю вы уже поняли если смотрели предыдущие серии я еду кирсану а пока я еду кирсану посмотрите как я покупал дикий мед пришли ко мне ребята я выходил в общем забирать доставку еду мне привезли из-за мата это местная как на пока еду из-за мата привозили я выходил подходит парень молодой говорит хочешь меда дикого я вначале согласился потом все-таки решил взять но когда увидел жизнь вообще там прям столько мертвых пчел то есть они получается просто диких пчел украли у них улей так и еще не просто разорили улей так еще и пчел наверно вот этих убили которые там в этом ведре я канамы видео слоя рука вам продают мед видите это дикий мед вайлд но хания и здесь прям пчелы from jungle вот решил взять вкусный мед реально сладкий может это конечно плохо что они там собирают пчелу вангиджи если они один килограмм шестьсот рупий пчелы и вангиджи фаскель фаскель и но но и ахе вновь манер попай джи вон и по ван диски пейти пей но но и над не это у меня нет вы расспрашивают джи пей здесь пять килограмм на три тысячи у меня только на один килограмм вот hail мак иму стр видео встречный 1 000 максимум 1 000? может быть, меньше веса но у меня только 1 000 1 000 3 000 потом говорит 2 500 я говорю, да мне просто столько не надо и как бы у меня максимум 1 000 и он чуть-чуть отлил и отдал мне банку в Индии особо не найдешь хороший мед он продается в магазинах но он какой-то невкусный как будто просто какой-то сироп это сахарный ну то есть вкусы меда какой-то странный у него в общем вкус я покупал несколько разных банок несколько разных фирм и мне как бы ни один не понравился и я решил взять мед как бы у ребят с рук ну то есть они сказали дикий мед сами сходили собрали ну когда я это увидел там просто в ведре плавают пчелы вместе как бы с сотами ну ладно соты даже ладно ну разорили там они улей пчелы улетели допустим в джунглях новые сделали но они столько пчел как бы убили там в ведре было столько много пчел то есть можно же мед есть хороший натуральный ну когда у человека с пчелами типа симбиоза то есть стоят улей человек помогает чистит их там от клещей помогает им зимой перекладывает улей там в специальное место где им потеплее чтобы меньше помора было ну следить за ульями то есть за их домами и они как бы взаимодействуют человек за ними можно сказать ухаживает помогает им например после это после зимы я знаю там люди выносят ульи и выкидывают сразу все что пчелы нагадили и это пчелам как бы упрощает работу им не нужно это самим все по чуть-чуть выносить из ульи и они могут уже сразу мед собирать вот здесь живет кирсан но собирается отсюда съезжать это агарвада смотрите какая волга тихая спокойная улица рядом с рекой так что когда мы найдем квартиру вот это 1бхк освободится да? большая комиссия будет? не знаю пять тысяч да? ну сезон уже что? я не перестаю любоваться этой красотой решили свернуть на такую узенькую улочку посмотреть может здесь есть что-нибудь вот на таком лугу пасутся коровы это не одуванчики а что это такое желтое какие-то другие цветы коровы счастливы вообще столько зелени столько зелени вчера еще дождик прошел вечером все освежил, почистил нашли вот такую тихую улочку только что видели варана но я конечно же не успел заснять вот такой дом ну что-то пока никто не выходит вот кто булочки развозит ребята hello bro can you show me? надо бананы бред банановый хлеб у него сомосы есть это что? два сомоса одна одна сомоса у него только it's hard work и every day говорю мы тяжелая работа каждый день вот на велосипеде он ездит и по деревне развозят булочки вот так велик выглядит вот а мы тем временем нашли вот такие guest house и сейчас вот один такой 2 вот такой но говорят full все занято а выглядит хорошо цвет прикольный такой вот голубенький это салатовый хорошо выглядит поедем дальше тубе очки двухкомнатная это балкон вот с таким видом из балкона это самая дальняя комната мы попадаем в первую комнату без кондиционеров это кухня что интересно большой душолет такой широкий здоровый и при входе есть еще одна комната вот так вот ну все говорит грязно но уберутся перед заселением сейчас узнаем про цены мы снова приехали в этот джу центр в милан джу центр здесь сегодня движуха народу полно я взял арбузный фреш а ты чё взял это арбузная чего вы такое лимон сода лимон сода а я еще папайя фреш взял что-то есть ничего не охота а вот фреш и поесть попить самое то приехали хотим в аромболе посмотреть там одну улицу с жильем и это 60 а это полтинник вроде ну либо тоже 60 вроде полтинник 110 за два фреша коробка как дела мы в аромболе на main road здесь не все еще магазины открылись как вы видите много закрытых есть ну в принципе сейчас так и везде и в нижнем мандрами сезон еще и ухо и хай бро так а мы сейчас пойдем смотреть какую-то квартиру которая в прошлом сезоне здесь стоила 15000 с main road в аромболе повернули на ну как бы еще на одну улицу которая еще ближе к морю идет все нашел дальше да и напоем или что пойдем пешком да погнали пойдем сейчас посмотрим эту квартиру мы даже не знаем свободно она нет просто у нас есть информация что она стоила 15000 в том сезоне вот идем туда много чего закрыта улице весь здесь так прикольно слушай здесь столько всего интересного гавайские девчонки вот так здесь выглядит все но это прям совсем здесь должно быть тихо хотя не знаю может здесь main road слышно эту ну как main road которая где магазинчики такая как она beach road что ли пляжная в общем улица где продают все подряд одежду сувениры где рядом пляж которая как бы идет там от клиффа пляжа и да так сказать основного там пляжа аромбольского здесь где-то да в этом доме вот в этом ну давай сейчас узнаем это вам бички это кухня а эта комната с кондиционерами здесь статьи ну где-то стены такие потрепанные но здесь кондиционеры может там старые но здесь приятный запах здесь нормально да и и в тупички вот такой балкон так и получается рядом тупички вот ну вход в другом месте я просто зашел как бы что пройти в ту это балкон получается спальня с кондиционером первое есть окно во вторую спальню наверное удобно если вы с детьми чтобы не знаю видеть ребенка там пообщаться можно было я просто не знаю зачем между спальнями окно так здесь тоже есть кондиционеры в двух комнатах вот такой душа лет еще есть тракт вины здесь это кухонная зона стол чтобы покушать сама кухня и заходите вот здесь вот вы и получается такая сквозная квартира то есть вы проходите и можно выйти на балкон и на ту ван речке и пройти все давай за цену узнаем когда вот так вот кто-то оставил вещи на мунсун в бочке заделанный чтобы не заплеснили вещи и вот такой вид еще здесь балкона вот такой вот говорит тихо здесь дороге ничего не слышно здесь как бы нет ряда вообще никакой дороги то есть нужно пройти вот туда потом там налево и только тогда вы попадете на вот этот база роут не знаю не помню как он точно называется место крутое прикол в том что это аромболь но здесь тихо и пыли наверно к ну меньше не то что и не будет меньше просто такое как бы место в глубине аромболя и в то же время здесь до пляжа идти ближе чем мне с горка рвада роут тогда там было ходить которые два бечки он хочет 35 говорит в прошлом году было 30 потому что не было кондеев а сейчас он поставил кондиционеры в каждую квартиру да они выглядят старые но я так понял он купил их бушные у него потому что стоят снаружи вот эти внешний блок очень здоровый как для магазинных кондеев то есть не такой как для домашних то есть где-то бушные купила установил а за айван бички но это по мне как студия 25 если на месяц а если на постоянку на полгода например то 22 а вообще спрашивал типа не хотите ли вы на год 12 месяцев но как по мне здесь не знаю в мунсун здесь наверное вообще делать нечего ну все мы едем по домам заехались мандрам по дороге заправились на заправочке и поедем домой да все едем по домам тогда ну чё давай на связи подписывайтесь на канал ставьте пожалуйста лайки это очень помогает продвижению пишите комментарии всем всего хорошего что и Продолжение следует...